Почему существует вот эта индустрия ЗОЖ? Именно потому, что она нам продает индульгенцию. В виде биодобавок, в виде там еще чего-нибудь. Неважно, мы покупаем себе отпущение грехов за то, что мы не спим как положено, не едим как положено, да, испытываем стресс и все остальное прочее. Друзья, привет! Давайте начинать. Рады, что вы все добрались сюда на научный пикник, лектория живого слова. Наш девиз в любой непонятной ситуации – проводи научно-популярные лекции. Вот, и Алексей Валерьевич Водовозов, ура, приехал к нам сегодня из региона, где введен режим КТО. Ну, в общем, он таки добрался. Вот, и сегодня мы говорим про ЗОЖ. Спасибо, добрый день. Да, действительно, не скучно, в принципе, у нас. Ну, и тема, в общем, тоже не скучная. Дело в том, что обычно, чаще всего говорят, что у него нет определения, а вот вы, оказывается, есть. Я специально поискал, что такое ЗОЖ. И как выяснилось, аж целый есть приказ Минздрава, что считать ЗОЖем. На самом деле, конечно, они его не сами придумали, не с потолка взяли. То есть это и ВОЗовское определение, и во всех остальных странах примерно все то же самое. То есть что мы имеем в виду по здоровым образом жизни? То, что позволяет проводить профилактику неинфекционных заболеваний. Вот что интересно. То есть там прям отдельно указано неинфекционные заболевания. То есть профилактика инфекционных, получается, не входит в ЗОЖ. Это не та вещь, которой мы можем управлять, видимо, так. То есть мы убираем устраняемые факторы риска. Это важно. Потому что некоторые вещи мы не можем убрать из нашей жизни. Ну, не знаю, там какой-нибудь свалка бытовых отходов. Мы проезжали очень живописный полигон, который еще и живописно благоухал. Ну, вот что вы сделаете, да? То есть вы можете только переехать от него. Единственное что. То есть на такие вещи влиять не получится. А вот сегодня мы поговорим как раз о тех факторах риска, которые зависят от каждого человека, и которыми мы в более-менее приемлемом диапазоне можем управлять. Причем, что интересно, обычно под здоровым образом жизни почему-то понимается какая-нибудь совершенно зверская диета, да, с какими-то со страшными ограничениями. Обязательно бег. Как минимум полумарафоны, да, то есть меньше не считается. Кроссфит тоже подойдет, да, все остальные страшные слова и прочее, прочее. Обязательно нужно есть горстями биодобавки. В обязательном порядке нужно проходить чистку. Ну, смотрите, мы сейчас с вами проходим цифровой детокс, да, если учесть, что здесь связь не очень. Вот мы как раз его проходим. Это не так плохо. Вот про это сразу можно сказать не так плохо. А вот всякие различные очистительные мероприятия, которые обычно почему-то входят в это понятие, это, в общем, не совсем то, к чему нужно стремиться. То есть это не ЗОЖ, если уж так говорить. Это некая его имитация, да, то есть люди пытаются каким-то образом себя простить, скажем так, за тот неправильный образ жизни, который они ведут. Что имеется в виду? То есть спят мало, едят редко и плохо, работают на двух, на трех работах и все остальное прочее. И почему-то считают, что некий сверху наложенный здоровый образ жизни именно в их понимании может все вот это дело нивелировать. Сразу скажу, нет, не может. То есть основы здорового образа жизни, они выглядят немножечко иначе. Ну и мы начнем, естественно, с самого интересного. Именно потому, что, да, это устраняемый фактор. И попытки лечения, как видите, да, и в книжках тоже, и в народных традициях, во всем остальном прочем. Что интересно, если мы говорим об алкоголе, да, спасибо, Лошатка, она нас поддерживает. Про нее будет, кстати, следующий сюжет в том числе. Так вот, очень интересный есть Возовский доклад, в принципе, он такой регулярный, периодически выходит, сейчас самый новенький. Это на 2018 год, как раз глобальное время, глобальное время потребления алкоголя. Не в том смысле, что имеется в виду какие-то заболевания, все остальное, да, в том числе. Просто посчитали, сколько людей в мире этим делом увлекаются. Что интересно, структура потребления, она, в общем, такая довольно грустная. То есть половина мира пьет крепкие спиртные напитки. Но, правда, здесь крепкие понимаются от 20 объемных процентов этанола и выше. А следующее за ними идет пиво, потом где-то в хвосте плетется вино, ну и все остальное прочее. Это, видимо, там сидры и прочие интересные напитки. Они вот где-то там в хвосте. Когда посчитали, сколько народу в мире пьет, то 2,3 миллиарда. Примерно так. Но здесь есть нюанс. Потому что кто считался пьющим? Спрашивают. Вот вы за прошедшие 12 месяцев хотя бы одну алкогольную единицу выпили? Хотя бы одну. Вот если ответ был да, все, вы пьющий. Ну да, учтите, что да, это ВОЗ, у нее довольно интересные критерии. Поэтому здесь, я так думаю, практически все будут пьющими. Ну, за очень редким исключением, наверное. И то, да, вам микрофлора поставляет. 3 грамма в сутки каждый получает. Так что, видимо, пьющие все. Но, что интересно, начали выяснять среднее потребление. То есть примерно сколько. Так вот, в среднем на каждую душу пьющую, да, получается 32,8 грамма этанола в день. И вот это считается еще более-менее ничего. Именно потому, что есть еще такое понятие, как злоупотребление. Это не злоупотребление здесь конкретно, в контексте этого. Так вот, злоупотребление, это 60 миллилитров этанола, ну, в пересчете на все остальные напитки, в течение последних 30 дней. Вот такие люди считаются уже злоупотребляющими. Причем, что интересно, это немножко отличается от тех критериев, которыми пользуются психиатры, наркологи во всем мире и все остальное прочее. Ну, в общем, да. То есть они придумали некие свои критерии и решили по ним все это дело проверить. Однако, там есть и полезная информация, которая касается, например, вызываемых алкоголем и болезней, и летальных исходов. И что у нас получается? Что этот самый устранимый фактор стоит нам примерно 3 миллионов смертей в год. Многовато. Действительно, это не только заболевания, которые напрямую с ним связаны. Это и ДТП пьяные различные, да, и инциденты прочие. Это и в том числе сердечно-сосудистые заболевания, где алкоголь играет довольно значимую роль, и все остальное прочее. То есть здесь довольно много самых разнообразных болезней. И если мы этот фактор именно в виде злоупотребления убираем, то да, все, ну, вроде бы, получается более здраво, чем было до того. Здесь есть интересная оговорка. Потому что, когда мы читаем вот эти все и ВОЗовские документы, и рекомендации, и все остальное прочее, про алкоголь сказано интересно. Минимизация потребления. А про курение, например, отказ. То есть нет такого, что отказ на алкоголе. Это прям очень интересно. Это не афишируется особенно. И я покажу сегодня, что да, есть официальные позиции, что нет безопасной дозы. Но вот получается так, что в здоровый образ жизни, в каких-то разумных пределах это дело входить может. Тем более, что существует такое понятие, распиаренное, французский парадокс, что якобы французы пьют вино, в огромных количествах едят сыр, закусывают багетами, и при этом все прекрасно у них с заболеваемостью. Что интересно, этот, ну, теперь уже мем, получается так, запустил Серж Рено, исследователь из университета Бордо. Ну, да, откуда он еще мог быть? В 1991 году. И основной упор там, конечно, был на вино. Естественно. И говорилось о том, что, ну, смотрите, мы едим много рыбы. Причем это же диета очень конкретного региона, да, это, по сути, побережье, получается так, у которых есть доступ и к рыбе, и ко всему остальному, и к виноградникам, и к прочим вещам. И да, вроде бы, что-то там находили разницу, по крайней мере, по ишемической болезни сердца между, скажем, Великобританией и Францией, между США и Францией. Понятно, что в пользу Франции. Когда начали с этим разбираться, в 1999 году уже более-менее разобрались. Этот феномен назвали гипотезой статистической иллюзией. То есть, например, во Франции немножко другие критерии регистрации ишемической болезни сердца. То есть она там есть, но ее просто меньше регистрируют. И таким образом получается, что да, ее меньше, с одной стороны. А с другой стороны, ну да, мы можем посмотреть ту же, скажем, британскую диету, да, сравнить английский завтрак и французский. Ну, большая разница, действительно, и по калориям, и по составу, и по всему остальному. Одно дело яичница с беконом, и совершенно другое, это круассанс кофе с черным. Да, то есть есть разница. И есть еще масса работ по этому направлению, потому что, ну, постарались его хорошенько покопать. А вдруг там действительно есть что-то, вдруг всем надо пить красное вино и заедать это сыром. И выясняется, что, в общем-то, скорее всего, нет. Потому что есть и альтернативное объяснение этим, озадачились как раз американские исследователи, и стали сравнивать. Французы больше ходят, чем американцы. Да, то есть пешего хода у них значительно больше. Далее. Воды они пьют тоже больше, чем американцы. Американцы в основном потребляют сладкие газированные напитки, например, а французы больше предпочитают воду. Далее. Опять. Это не все. Доступ к овощам, фруктам, свежим, в большом количестве, и все остальное прочее в большей степени, чем у американцев. И, естественно, есть еще масса всего. Ее иногда вот это вот, ну, не диету, диета, не диета, рацион скорее. Рацион его называют западно-средиземноморской диетой. И я бы так сказал, какой основной компонент? Средиземное море. Ну, это действительно так. То есть, если вы там живете, то у вас как бы совершенно другие возможности и совершенно другие. И нагрузки, в том числе, потому что придется много ходить по пересеченной местности, в том числе, вот вам кроссфит, тот самый, который здесь будет как раз то, что нужно. Особенно, если возьмете с собой гантели для утяжеления, ими помахаете. Значит, что еще? Получается, что французы, например, меньше употребляют снеков, соответственно, у них меньше вот таких перекусов, всего остального прочего, меньше пьют сладкой газировки, у них в основном жиры, получаемые из молочной продукции и так далее. То есть, вот такой рацион, ну, более-менее здоровым можно считать. И получается так, что во Франции просто это более здоровый рацион. Это в других странах, он менее здоровый, поэтому может быть вот этот небольшой все-таки феномен есть, да, то есть небольшое различие есть, даже если мы сделаем поправку на то, что французы не все считают. И, да, вино туда может входить. Это не основа, как я и сказал, основа Средиземного моря и все, что с ним связано. Да, вино туда может входить именно как один из компонентов. С учетом того, что это не крепкие напитки, с учетом того, да, что много не выпьешь на самом деле, я понимаю, что есть профессионалы, но, в общем, не до такой степени. В основном люди все-таки, те, кто как раз переходят в профессиональную лигу, стараются использовать крепкие напитки, максимально чистые и все остальное для достижения уже совершенно других эффектов, которые не связаны с, скажем, винными. И, да, например, в 2001 году Американская кардиологическая ассоциация сформулировала свою позицию по вину и сердцу. Потому что долгое время рассказывали о том, что, ну, подождите, у нас есть кардиопротективный эффект. Давайте будем пить вино, потому что там антиоксидант. Ну, давайте начнем с того, что концепция антиоксидантов у нас уже провалилась окончательно, как выяснилось, не нужно специально трогать то, что в организме и без нас работает. То есть у нас есть антиоксидантная система. Если мы добавляем извне, получается плохо, потому что она смещается, там какие-то новые процессы возникают, которые нам не нравятся совершенно. И антиоксиданты иногда даже помогают некоторым видам рака. Так что, в общем, от этой концепции в общем и целом отказались. И именно поэтому получать антиоксиданты из вина, ну, это так себе идея. Однако, что здесь важно? Что чисто теоретически, биологически, некоторые механизмы кардиопротекции мы можем прописать. Да, мы можем рассказать, вот так влияет на тромбоциты, вот так влияет, скажем, на липиды крови, вот так еще на что-то. То есть, да, мы можем предположить теоретически, как это работает, но нет такого, чтобы у вина, например, или там у других спиртных напитков был изолированный кардиопротективный эффект. Да, то есть, он обычно в компании, об этой компании, там и рост онкозаболеваемости, причем доказанный, да, и доказанный рост по остальным патологиям и всему остальному прочему. И самое главное, ненулевая вероятность развития алкогольной зависимости. Поэтому не входит, скажем так, как алкоголь в это понятие. Именно поэтому его как бы не афишируют, не педалируют. С одной стороны. А с другой стороны, смотрите, даже здесь указано, что без крупномасштабных, рандомизированных клинических исследований мы не сможем это выяснить. Так вот, в этом проблема, большая проблема. У нас не будет таких исследований. Я понимаю, что на экспериментальную группу очередь будет отсюда и до Твери. Но не разрешат. Уже пробовали, что интересно. Уже пробовали. То есть, когда было выдано первое разрешение этического комитета, предварительное, те люди, которым его выдали, они немедленно побежали в промышленность. Они сказали, ребята, нам дали впервые в мире, впервые в истории разрешение на рандомизированное клиническое исследование. Давайте мы такие вам результаты дадим, а бы нам немножечко денежек отсыпать. И в общем, как бы это все утекло к журналистам. Все это раскрутили. И регуляторные органы сказали, нет, нет, не надо, больше не будем связываться с рандомизированными клиническими исследованиями алкоголя. Поэтому у нас есть только наблюдательные, а там, как вы понимаете, палка о двух концах, что называется. Мы точные, четкие выводы сделать все-таки не сможем. Поэтому на сегодня такое консолидированное мнение всего ученого мира, да, то есть это вот прям свежье навье, что называется, 4 января 2023 года. По результатам многочисленных эпидемиологических исследований, по результатам всего остального, мы можем сказать, что не существует безопасной дозы алкоголя. Ну, да, это так, с одной стороны, с другой стороны, мы не можем сказать то же самое. Впрочем, многие ингредиенты пищевые, да, потому что и жиры, и углеводы, и белки, и все остальное, мы можем найти такую дозу, которая будет для человека опасна. Так что, да, получается, что это своеобразный пищевой ингредиент, но пить для здоровья не получится. И это как раз основной вывод из всех этих исследований. Так сколько, да, есть, по большому счету, есть даже такая штука, как рекомендованные дозы. И вот с ними сложно, потому что приходится дополнительно объяснять, что это не те дозы, которые рекомендованы выпить, а те, которые не рекомендованы превышать. Разные вещи. И для людей в группе 65+, и для небеременных женщин считается допустимым 3 единицы в сутки. Что такое единица? Ну, если вот именно конкретно касаясь единиц алкогольных, которые приняты в Европе и в нашей стране в том числе, то это 10 миллилитров этанола. 10 миллилитров этанола, да, можно посчитать. То есть не более 30 миллилитров этанола в сутки. Это такая вот небольшая мензурочка на самом деле. Но с другой стороны, если пересчитать на вино, получится неплохо. А если для, скажем, мужчин и более молодых не более 4 в день? И вот здесь есть еще одна засада, потому что, смотрите, написано не более 14 единиц в неделю. Люди считают так, мне на неделю выдано 14 единиц. Я вот до пятницы не пью, так не работает, они не складываются, эти единицы. Да, то есть нельзя накапливать в течение недели и потом все это использовать в пятницу. Нет. То есть регулярность, она более даже важна, чем дозы. потому что небольшие регулярные дозы организм переносит гораздо лучше, чем эксцессивные выпивки по пятницам, например. Есть очень интересный такой ориентировочный тест, мне его, в принципе, подсказали психиатры, он состоит буквально из пары вопросов. Первый, есть ли у вас дома бар? Есть. Ну, понятно, да, у всех, у всех людей, скорее всего, да. И второй, есть ли там бутылки, хранящиеся полгода и дольше. Все. Вот кто ответил да, у тех проблем со спиртным нет. По одной простой причине в определенный момент, да, то есть у нас происходит такая, сначала формируется психологическая зависимость от алкоголя и поводом для выпивки становится наличие выпивки. И вот, да, тогда действительно человек начинает страдать, потому что водка прокиснет, да, нельзя ее долго хранить, как вы понимаете. и да, ее нужно спасать. Ну, вот, примерно так. Но, 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 есть и специально адаптированный под наши условия, вот такой более-менее приличный, уже валидированный тест, он называется аудит. Здесь есть QR-коды в том числе, но я так думаю, что организаторы при желании могут вам и презентацию скинуть. Можно им пользоваться этим самым аудитом. Он, опять же, признанный, и еще раз повторюсь, адаптированный, вот конкретно эта версия адаптирована на русский язык и под наши реалии. Следующее, конечно, курение, естественно, да, и вот здесь у нас другие получаются подходы, потому что мы говорили про минимизацию потребления с некими рекомендованными дозами, а здесь отказ целиком и полностью. Ну, вот, да, это довольно интересный подход с одной стороны, а с другой стороны понятно, почему. Да, именно потому, что если мы говорим об алкоголе, то вот это экспозиционное воздействие у него, конечно, гораздо в более длительном периоде фиксируется. Иногда зависимость от того же курения может возникать там буквально с нескольких первых попыток. Никотин настолько великолепное вещество в этом смысле, да, что очень быстро вызывает зависимость, и у людей, которые к этому склонны, там прям все прекрасно. Отказаться они потом практически не могут, пытаются бросить неоднократно. Я просто таких людей, да, в том числе знаю. К сожалению, они говорят так, что я знаю, да, я знаю, вот все, что ты дальше будешь рассказывать, я знаю, но я предпочту поменять эти риски на сигареты, потому что это пульт управления мозгом, для них это важно. Можно, конечно, сказать, что это ошибка выжившего с одной стороны. Почему? Ну, просто потому, что мы знаем массу людей, которые, например, курили и не дожили до 100 лет, или которые не курили, но им там 105, 107, 110 и прочее. Но, опять же, этот вопрос естественно изучался, причем в довольно интересных исследованиях, и мы выяснили, что, как всегда, виноваты гены, естественно, да, то есть у нас есть такие однонуклеотидные полиморфизмы, от которых очень много на самом деле в нашей жизни зависит. То есть различные вариации одних и тех же генов. Мы поэтому такие разные, и поэтому у всех индивидуальные реакции, поэтому мы по-разному переносим и спиртное, и курение, и еду, и все остальное прочее. Да, и у кого-то, ну, условно говорят, да, что у него такой обмен веществ, что он может есть там как лошадь, но при этом прятаться за шваброй, а кто-то прошел мимо булочной, вдохнул воздух и поправился на 2 килограмма. Это все тоже вот отсюда, да, то есть из наших с вами различий. И получается, что, что да, действительно, когда начинают раскладывать долгожителей по разным группам, то есть 70 лет и 80 лет, то разница получается довольно интересна. Среди, скажем, 80-летних получается больше курящих, то есть те, кто дольше живут. Получается так. Среди 70-летних больше тех, кто не курит. И здесь возникает такая соблазнительная вещь, а давайте мы сразу скажем, что курить полезно. Получается так, ничего себе, да, то есть те, кто живут дольше, они курят. Ну, в общем, не совсем так выглядит зависимость. На самом деле, если мы посмотрим по общей продолжительности жизни эти две группы, то у них разница будет примерно в 10 лет в пользу не курящих. Но по вот этим однонуклеотидным полиморфизмам там очень красивая ситуация. У людей, которые 80+, у них, в принципе, этих полиморфизмов больше. То есть, что получается? Что они изначально обладали таким неплохим заделом, у них был такой неплохой, скажем так, набор этих самых полиморфизмов, что они и так жили бы долго. Причем, это все настолько здорово, что даже курение не может им существенно сократить жизнь. Вот так это выглядит в нормальной интерпретации, а не в такой, что давайте начинать курить. На самом деле, конечно, здесь тоже тяжело, тоже тяжело, потому что рандомизированные контролируемые исследования, естественно, никто проводить не будет. То же самое не разрешат. Тем не менее, у нас есть возможности изучать эти вопросы, у нас есть и математические модели, у нас есть и статистический подход, в том числе, да, то есть нам совершенно не обязательно четко доказывать причинно-следственную связь, у нас есть инструментарий, там, из 10 пунктов, который может нам позволить с довольно высокой вероятностью предположить, что, да, курение вызывает, скажем, рак легких. Ну и многое другое, на самом деле, не только. И вот здесь у нас есть такая личность очень интересная, Кларенс Кук-Литтл, вот на этом слайде мы его еще любим. Почему? Потому что он придумал чистые линии мышей. Он вообще изучал, конечно, генетику и как передается окраска, но совершенно случайно он вышел вот на эту идею, что, смотрите-ка, можно же создавать чистые линии. И получается, что эти максимально близкие друг к другу мыши могут быть стандартом в исследованиях. То есть в разные страны мира мы направляем одних и тех же мышей, получается так, для изучения одних и тех же состояний. Мы получаем сравнимые между собой результаты. Это очень удобно, да, это прекрасный стандарт, и действительно с 20-х годов он начал приходить в науку, и уже после Второй мировой прям такое массивное, скажем так, движение мышей произошло в науку. Они пришли именно в виде самых разнообразных чистых линий. Там есть мыши и белые, и вот такие вот коричневые, да, стандартные, и есть лысые мыши в том числе, и много-много чего, да, то есть огромное количество инструментария. Но вот на этом слайде мы уже его не любим, потому что он перешел на темную сторону. Он ушел в табачную промышленность. и поскольку человек был харизматичный, и за словом карман не лез в том числе, умел говорить доказательно, скажем так, то есть это казалось, что это действительно аргументированно и научно, он сказал, что не существует какой-либо доказанной причинно-следственной связи между курением и, например, какими-либо заболеваниями. И на тот момент был абсолютно прав. Потому что доказывать нужно было в рандомизированных контролируемых исследованиях, а их никто не мог провести. Да, здесь довольно сложная система. В общем, выделялись гигантские деньги по тем временам. Именно был создан специальный институт табачной промышленности, условно говоря, то есть институт, который изучал проблемы курения. И пытались притянуть к каким-то генетическим дефектам, к экологической ситуации или еще к чему-нибудь. То есть увести людей от истинной причины. Но им этого сделать не дал вот этот прекрасный товарищ, британец, сэр Остин Брэдфорд Филл, который сформулировал девять, то есть десятые критерии потом за него сформулировали уже его последователи. Но он сформулировал десять, вернее, получается целиком десять критериев, которые позволяли из экспериментальных и эпидемиологических данных сделать вывод о причинности. И вот как раз на раке легких это и было показано. Причем, что интересно, потом-то, когда мы стали проводить различные исследования, мы выяснили, что в основном Тахилл был прав. И да, на сегодня, если мы посмотрим ведущие причины летальных исходов в мире, то на первых местах практически все, что связано с курением, так или иначе. Что у нас здесь получается? Даже в странах с высоким уровнем дохода ишемическая болезнь сердца на первом месте. На втором болезнь Альцгеймера и другие деменции. На третьем инсульты, на четвертом рак трахеи, дальше у нас идет хроническая обструктивная болезнь легких, инфекции нижних дыхательных путей. То есть вот это вот все, что мы перечисляем, это пока что очень четко увязывается с курением. Даже болезнь Альцгеймера и прочие, скажем так, деменции. Вот прочие деменции в большей степени. Но болезнь Альцгеймера сюда тоже подходит. Так вот, получается, что вот это все довольно неплохо привязывается к курению. Именно поэтому такая позиция и у здравоохранения, и у всего остального, что курение мы как бы убираем совсем. Однако, есть нюансы, как обычно. Потому что одно из, скажем так, веществ, ну не веществ, наверное, одной из составляющих табачного дыма, к которому максимум претензий это мелкорисперстные частицы. ПМ2,5, ПМ10 это, соответственно, размер в микрометрах. Чем плохи, скажем, ПМ10? Они, конечно, в кровеносные русла не проникают с одной стороны, но они в дыхательных путях могут становиться триггером воспаления, провоцировать развитие хронической обструктивной болезни легких, например, провоцировать развитие бронхиальной астмы и все остальное прочее. А вот ПМ2,5, они прекрасны в другом смысле. Они умеют проникать через клетки, точнее так, между межклеточные щели в кровеносные русла. В итоге они попадают в системный кровоток и где-нибудь на какой-нибудь бифуркации, когда идет разделение сосудов, там осесть, стать очагом воспаления, там может сформироваться тромб, потом отрывается, прилетает куда-нибудь в ненужное место и у нас инсульт, инфаркт, тромбоэмболия легочной артерии. То есть вот таков механизм, как именно влияет, например, на сердечно-сосудистую патологию курения. Однако в 2015 году чаша весов сместилась в сторону загрязненного воздуха. То есть это был первый год, сейчас, как вы понимаете, эти цифры немножко подросли, это был первый год, когда смертей от загрязнения воздуха в общем, в целом, в мире оказалось даже больше, чем от курения. И здесь есть важный нюанс. Загрязнение воздуха как фактор мы, скорее всего, убрать не сможем, если мы живем в каком-то городе. А вот курение мы убрать можем. То есть мы не складываем эти два фактора вместе, мы не усугубляем ситуацию. Поэтому, да, действительно, в здоровый образ жизни, если мы о нем именно так говорим, входит отказ от курения. Не минимизация потребления, а полный отказ. Причем, что интересно, опять же, масса исследований показывает, что возможен обратный путь. Вот если бывших алкоголиков не бывает, то есть там один раз и навсегда все это ломается, то с курением есть варианты. Очень интересная, конечно, ситуация, причем она была показана, точнее так, была сначала посчитана именно в эпид-исследованиях, сначала были наблюдения, мы все это посчитали, а потом, когда у нас появились органы на чипе, такая прекрасная исследовательская штука, когда мы берем разнообразные клетки, помещаем на пластиковую подложку и огромное количество датчиков, то есть мы собираем всю информацию, которая только там возможна. Причем, это клетки человеческие, настоящие, человеческие клетки разные. Например, мы можем взять альвеолу, мы можем сделать нефрон, мы можем сделать синаптическую передачу. Вот это все на сегодня мы почти, почти всего человека собрали на чипе. Даже гемантоэнцефалический барьер, ну, правда, с третьей попытки. Тем не менее, так вот, что сделали? Когда мы собрали эпителий дыхательных путей и пропустили через него табачный дым, мы разобрались, как возникает хроническая обструктивная болезнь легких. То есть мы не понимали механизма, а теперь понимаем, что происходит. У нас есть две группы клеток, которые похожи вот на персонаж картины Крик. это те бокаловидные так называемые клетки, которые выделяют слизь. И есть ресничественные клетки, которые машут ресничками и помогают эту самую слизь эвакуировать. В чем проблема? Дело в том, что мы в основном стоим, ну, или реже сидим, например, ну, и совсем реже лежим. Когда мы стоим и сидим, нам нужно преодолевать силу тяжести. То есть реснички должны выталкивать наверх эту слизь. Для этого они должны махать, как группа сидящая в байдарке, да, одновременно. Одновременный взмах, и все вот это туда наверх эвакуируется. Так вот, выяснилось, что вот этим одновременным маханием управляют определенные белки. Белки, как вы знаете, кодируются генами. И вот те самые гены, они инактивируются компонентами табачного дыма. То есть они проникают внутрь клеток, метилируют некоторые участки ДНК, да, вешают на них метильные группы. И гены становятся нечитаемыми, неактивными. Получается, что вот эти регуляторные белки не вырабатываются, и содружественного махания нет. То есть оно есть, но оно такое в разнобой. И слизь вырабатывается, тем более, что компоненты табачного дыма провоцируют увеличение секреции. Больше слизи, она оседает под силой тяжести в нижних отделах легких, застаивается, инфицируется, там развивается флора различная патогенная, да, и происходит потом сужение этого просвета из-за хронического воспаления. Вот так возникает и развивается ХОБУ. Хроническая обструктивная болезнь легких, то есть такая классическая патология, напрямую связанная с курением. И теперь мы это знаем, но в этих экспериментах мы подтвердили и другую интересную вещь, что оказывается возможен обратный ход, если мы прекращаем воздействие табачного дыма, то постепенно вот эти метильные группы отваливаются и полноценное функционирование генов восстанавливается. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения, проанализировав эпиданные, в том числе, она вот такую вот табличку выкатывает. Получается, что через где-то что у нас там получается, да, вот через год, то есть человек бросил курить, примерно через год у него риск ишемической болезни сердца уже вдвое меньше, чем у продолжающего курить. Через пять лет риск инсульта снижается до уровня некурящего, через десять лет риск рака легких падает примерно вдвое по сравнению с курящим, и через пятнадцать лет риск ЭБС такой же, как у некурящих. То есть вот что получается, мы можем отмотать это дело назад, и поэтому говорят, что бросать курить никогда не поздно. С едой все гораздо хуже, потому что да, опять же, вот тут как раз могут быть рандомизированные контролируемые исследования, но это настолько многофакторная вещь, что мы на самом деле каких-то приличных выводов сделать не можем до сих пор. То есть исследовать еду как фактор практически нереально. Она же состоит из огромного количества компонентов, и что из них срабатывает, либо какие-то сочетания, либо что-то по отдельности. Это очень тяжело, это реально очень тяжело. Тем более, что да, были такие шутники среди ученых, например, они решили собрать в систематический обзор все, что касается рака и еды. И выяснилось, что единственная еда, по которой нет позитивных данных, это бекон. Вот бекон вызывает рак. Все, как бы, без вариантов. Вот я так понимаю, в любом, чем хуже, чем, скажем так, чем больше он обработан, тем выше риски. То есть, жареный бекон это прям совсем зло такое, знаете, рафинированное. Но, 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 по всем остальным пунктам есть и кардио, вернее, онкопротекция, и риски по онкозаболеваниям. То есть, практически любая пища, она может работать и в одну, и в другую сторону. Они вот этим исследованием показали, что, да, посмотрите, на самом деле проблема гораздо сложнее, чем мы о ней говорим, потому что пища, да, это такой параметр, который мы измерить точно не сможем никогда, вообще. То есть, у нас должны быть какие-то другие подходы. И, когда говорят, что мясо вызывает рак, да, то вот у меня здесь первая табличка, одна из упрощенных схем канцерогенеза в клетке. И вторая табличка, тоже еще одна упрощенная схема, канцерогенеза уже прям в ядре. То есть, вот на любой, на любом из этих этапов может встроиться то самое красное мясо. Там вот его жарят, да, вот. И вы теперь знаете, что ни в коем случае или что-то в этом роде. На самом деле нет. Именно потому, что, как я и сказал, да, это все гораздо сложнее. Когда мы видим то самое исследование, на которое опиралось международное агентство по изучению рака, которое классифицирует у нас все по группам канцерогенности, то мы видим, что потребление 100 граммов красного мяса в сутки увеличивает на 17% риск развития одного-единственного колоректального рака. и если 50 граммов и больше процессированного мяса, это имеется в виду сосиски какие-то, готовые там копчености и прочее, прочее, то риск увеличивается на 18%. С одной стороны, вроде бы много, да, 17-18%, а с другой стороны, это, во-первых, это относительный риск, а во-вторых, пожизненный. Как это перевести на приемлемые цифры, на понятные цифры? Давайте так. Предположим, у нас есть тысячи человек, которые едят меньше 50 грамм сосисок в сутки. И есть богатые люди, которые каждый день могут себе позволить 50 и больше граммов этих самых сосисок, например. Да, получается так. Так вот, у первой группы, которая ест меньше и вроде бы считается здоровой, в течение жизни 56 человек из тысячи заболеют колоректальным раком. Независимо от, потому что там и генетика, и там и все остальное, то есть он возникнет в любом случае. 56 человек из тысячи. Так вот, в рисковой группе будет 66 человек из тысячи. То есть получается, если мы смотрим абсолютный риск, это плюс 1%. Размер эффекта небольшой. Если мы возьмем те же нетрозамины, скажем, из табачного дыма, то там цифры будут совершенно другие. Там гораздо более высокие риски обнаруживаются. А здесь, в общем, ну то есть это не самая ужасная вещь в нашей жизни, красное мясо. Понятно, что можно, конечно, стараться минимизировать его потребление, однако здесь есть еще одна очень важная вещь, что вот эти исследования, они в основном возовские, да, то есть Маир в свое время примазывался к ВОЗ на всякий случай, и оно касается в основном тех стран, где это мясо готовят на открытом огне. То есть даже не на углях, на открытом огне. И вот как раз опасность открытого огня, да, это действительно так, потому что там идет горение, да, там куча продуктов, там чего только нету. И когда мясо готовят вот на открытом огне, да, там появляются в большом количестве эти самые канцерогены. А я же сказал, не на углях, там же не открытый огонь, я так надеюсь, все-таки. Там готовят как положено, да, то есть на жаре получается, там жар используется. Не открытое пламя, а жар. Поэтому, да, действительно, с одной стороны вроде бы есть этот эффект, а с другой стороны, но вот скажем так, не настолько ужасный и страшный, чтобы мясо вообще целиком выкидывать из нашей жизни, да, например. С причинно-следственными связями вообще, в принципе, очень грустно все. Потому что, когда, например, мы читаем о том, что кофе защищает от рассеянного склероза, это, мягко говоря, не так. Потому что, как я и сказал, огромное количество исследований пищи, а кофе – пищевой продукт, они наблюдательные. У нас есть некая когорта, и вот мы внутрь нее смотрим, мы не вмешиваемся, то есть никакой интервенции нет. Мы не вмешиваемся, мы смотрим снаружи. Так вот, что у нас получается? Я понимаю, что видно не очень, но все-таки. У нас есть группа здоровых людей, и среди них больше пьющих кофе. У нас есть группа больных людей, и среди них меньше. Что сделали средства массовой информации? Ну и авторы так немножечко им тоже в этом деле помогли. Чуть-чуть, правда, совсем. Они сказали, что, ну смотрите, среди здоровых больше пьющих кофе. Значит, нужно пить кофе. Вот, все очень просто. Однако, если мы возьмем так называемую обратную причинность, то есть в таких когортах, она всегда есть в когортных исследованиях, нужно попытаться поискать альтернативное объяснение. Вот как с французским парадоксом. Давайте мы и здесь поищем. А оно здесь есть. И причем сами авторы его и показали. И сказали, что, скорее всего, вот это имеет значение. То есть не то, что нужно кофе пить, а немножко иначе выглядит ситуация. Если мы поменяем эти группы и возьмем не пьющих кофе, то у них окажется больше болеющих рассеянным склерозом. А если мы возьмем группу пьющих кофе, среди них будет больше не болеющих. Почему? Довольно просто. Когда людям ставят диагноз рассеянного склероза, а это неврологическая патология, то нейротропные вещества все идут под запрет. Кофе нейротропен. То есть и курение уходит, и алкоголь уходит, и кофе уходит. Ну и плюс сами люди в принципе начинают пить меньше кофе, если даже им не запрещают вдруг, просто потому, что оно хуже переносится в такой ситуации. То есть другая причинно-следственная связь. Люди начинают меньше пить кофе, когда заболевают рассеянным склерозом. Вот примерно такое. Именно поэтому мы можем таких вот закономерностей находить массу. Например, зависимость количества нобелевских лауреатов в стране от потребления шоколада. У нас единственное, там немножко шведы выбиваются, скажем так, ну ладно, мы их замажем, а получается почти линейная зависимость. В Швейцарии больше всех потребляют шоколада, и в пересчете на душу населения там получается больше всех нобелевских лауреатов. То есть из этого хочется сделать вывод, нужно есть шоколад, да? Нет. Там совершенно другие причины, они напрямую между собой не связаны, там могут быть вторые, третьи, четвертые, пятые, для каждого из этих параметров. Мне нравится еще один, примерно то же самое, тоже нобелевские лауреаты, но потребление молока. То есть вот там шведы прямо на месте, все хорошо, все прекрасно. То же самое, можем начинать пить молоко и будем получать больше нобелевских премий. На самом деле, конечно, нет. То есть это не зависимость, это корреляция, как раз та самая, которая обнаруживается в наблюдательных исследованиях. Очень часто бывает так, что здоровый образ жизни начинают привязывать к каким-то веществам, да? Например, там, куркумин, он прям великолепен во всех проявлениях, его нужно обязательно везде добавлять, да, хорошая приправа, никто же не спорит. Но, когда пытаются говорить о том, что куркумин продлевает жизнь, например, вот тут уже нужны довольно серьезные аргументы, да, то есть нужны исследования и все остальное прочее. И вот как ты начинаешь копать историю какого-нибудь чуда-вещества, обязательно в итоге выходишь на коммерцию. То есть на коммерческую заинтересованность тех людей, которые это дело продвигают. Например, один из самых известных товарищей, который продвигал куркумин, вот это был как раз Бхарат Агровал из университета штата Техас, там довольно неплохой онкоцентр. И да, у него гигантское количество работ было по куркумину, и там показывались великолепные результаты. Но кто-то когда-то сильно заинтересовался, отчего это так хорошо, только у него, а не у остальных. У остальных как-то гораздо скромнее все. Начали расследование и выяснили, что огромное количество публикаций было, ну мягко говоря, неправдой. Где-то прямая фальсификация, где-то натягивание совы на глобус, где-то там еще что-то в этом роде. 19 исследований его отозвали, то есть один из чемпионов мира по скоростному отзыву, получается так. 19 публикаций сразу, он там потерял довольно большое количество постов, не в том смысле, что постов в соцсетях, имеется в виду постов, на которые он занимал. Так вот, еще одна, скажем так, капля в море этого куркумина, то, что у товарища было свое производство. Куркумина, как бы это странно ни звучало, а почему нет? У него есть доказательная база, и он может продвигать этот продукт. Все, почему бы не монетизировать? И вот так с респиротролом то же самое, со всеми остальными то же самое, то есть как только мы упираемся в некое чудо-вещество, выясняется, что там везде все это завязано на деньги конкретно производящих это дело людей. Надо сказать, что у куркумина-то в тех количествах, которые нужно использовать для оздоровления, у него не самые приятные побочные эффекты, особенно со стороны желудочно-кишечного тракта, да, то есть там и диарея может быть довольно значима, и все остальное прочее, то есть нет, ну неприятное. Первое, второе, да, действительно у него есть вот эти эффекты, да, это означает, что некая фарма-активность у него есть, это означает, что он несовместим с очень многими лекарственными веществами, это тоже правда. У нас тоже есть такое растение, зверобой, например, вот вообще практически ни с чем несовместимо, то есть либо мы лечим со зверобоем, либо всем остальным, то есть никаких других вариантов нет. Вот здесь с куркумином практически такая же история. именно поэтому, опять же, никогда наука не отказывается от того, что работает, ну а вдруг, а вдруг, да, ну мы же много чего там находили, всякое бывало. Так вот, специально проверяли, вон смотрите, и экстракт зеленого чая, и куркумин, и ресфератрол, и там среднецепочные триглицериды, чего там только не проверяли, смотрели на долгожительство мышей. Никак. Вот с таурином, кстати, все хорошо, мыши на нем живут на 10% дольше, но авторы исследования с таурином, которая буквально совсем недавно была опубликована в крутейшем научном журнале, да, круче просто некуда, они сразу предупредили и в статье, и на потом на пресс-конференции, что это для мышей, для круглых червей они проверили, и еще там для приматов каких-то, таких, попроще, резусов, по-моему, на людей нельзя это экстраполировать, это они прям во весь голос говорили, ни в коем разе, но, как вы понимаете, и в СМИ, и в средствах массовых, вернее, и в соцсетях, это все побежало с заголовками, что, да, таурин продлевает жизнь, типа покупайте, ешьте, и все остальное прочее. Нет, только на 10%, и только мышам, то есть для того, чтобы жить долго от таурина нужно быть мышью. Кстати, не самая лучшая судьба, по одной простой причине, например, котики не умеют синтезировать таурин, поэтому гоняются за мышками, которые умеют. Так что там все довольно интересно увязано в природе, а здесь выяснилось, что даже даже мышам не продлевает, да, то есть это все довольно грустно. Так вот, к таурину мы еще вернемся, а есть еще более интересная история с Брайаном Вонсингом, одного из известных на тот момент исследователей пищевого поведения, лауреата множества премий, автора гигантского количества публикаций, по его работам была сделана национальная программа питания школьников Соединенных Штатов. Ну, то есть не просто так человек. И опять же, абсолютно внезапно выяснилось, что вот все, что он рассказывал, все исследования его, нашумевшие, опять же, вы наверняка про них слышали, то, что размер тарелки имеет значение, что для того, чтобы есть меньше, нужно перейти на меньшую посуду. Вот, оказывается, нет. То же самое. Он рассказывал о том, что цвет тарелки имеет значение и показывал это в исследовании. Выясняется, что опять же, нет. Правда, что-то подозревали, поэтому в 2007 году ему выдали игнобелевскую премию, да, такая антинобелевская, за бездонную тарелку. А что это такое? Это очень интересный эксперимент, когда человеку, например, дают обычную тарелку и предлагают поесть супу до насыщения, он съедает как бы одну дону. Но, если это будет тарелка с подливом снизу, то есть бездонная, бесконечная, то есть там ведро стоит на самом деле под ней, человек съедает больше. Получается так. Вот такой эксперимент, да, который им показывает и опять же говорит о том, что нужно ограничивать размер посуды и все остальное прочее, вот за это ему даже в 2007 году дали игнобелевскую премию. А потом, совершенно случайно, абсолютно случайно разразился такой скандал, что он одной из своих аспирантов которая провела эксперимент. То есть как обычно делается? Мы же сначала строим гипотезу, да, и потом проводим эксперимент. Если эксперимент не удался и не подтвердил гипотезу, мы от нее отказываемся. А что сделал Онсинг? Он сказал, ну, не подтвердила, ну ладно, как бы, фигня, вопрос. Ты покопай эти данные, покрути их, может быть, какая-то гипотеза на них и ляжет. То есть вот так надо делать. Надо сначала найти данные, а потом в шумном массиве что-нибудь уже как бы придумать. И вот как оказалось, именно таким образом он и работал. То есть когда стали все эти проводить расследования на эту тему, то же самое, его массово отозвали. 19 работ, какое-то такое мистическое число, видимо. Его лишили всех постов, всего остального, но при этом американские школьники все еще питаются по его программе. А что же с таурином? С таурином вообще великолепная ситуация, да, она мне очень нравится, конечно, именно потому, что иногда о нем начинают рассказывать как о необходимой, не говорят ошибочную версию, что это незаменимая аминокислота, но называют аминокислотой. Не совсем так. Белки из него не строятся из таурина. То есть это не протеиногенная кислота, как говорят. Да, белки мы из него не соберем. А зачем она нужна? Много для чего. Там и в желчных кислотах он участвует немножечко, у него и регуляция астматического давления, и там много-много чего. Много на самом деле. Стабилизация, мембран, прочие вещи. Он нужен. Да, это действительно так. Есть тонкость, что дефицит таурина у людей возможен только в двух случаях. Если они целиком отказываются от абсолютно всей животной пищи, потому что таурина это животная вещь, это первое. И второе, если у них в силу того, что они родились недоношенными, и вот пока их системы придут в норму, у них есть некоторый дефицит того фермента, который работает с таурином. Вот тогда, да, возможны дефициты. Это всего-навсего два состояния для людей. По одной простой причине мы умеем его синтезировать. Причем мы его синтезируем в поджелудочной железе. Это странно, там мы в основном синтез ведем в печени, а здесь в поджелудочной железе. И да, после этого используем для пищеварения, для всех остальных целей. Еще раз, мы его делаем сами. Это важно, да, то есть это как бы наше экзогенное вещество. Вернее, прошу прощения, не экзогенное, да, то есть эндогенное. Сами делаем, но в случае чего мы легко получаем его извне. Вот мы ходили, ели, да, вот там в прекрасной столовой, например, или даже в том шатре, и там, и там есть источники таурина. Причем и там, и там достаточно для того, чтобы удовлетворить нашу с вами потребность. Однако, естественно, нам рассказывают немножечко не об этом, но если мы посмотрим на публикацию журнали Science, то она даже называется иначе. Да, то есть таурин как двигатель, вернее, дефицит таурина как двигатель старения. Немножко другой подход, да, уже вот СМИ, как обычно, все перевирают, с ног на голову ставят. Здесь немножечко другая вещь. И это касается конкретно животных. Там были круглые черви, там были мыши, там были макаки-релосы, там не было людей. И, кстати, на людях до сих пор ничего приличного нет. Что интересно, проверили еще на дрожжах, на всякий случай, на дрожжах не работает. А вот с более высокоорганизованными организмами, да, там все более-менее нормально. Что имеется в виду? Что, смотрите, для тех животных, для которых это важно, то есть для которых это является важным, критически важным веществом, его дефицит, да, действительно может приводить к некоторым патологиям, к некоторым состояниям, которые сокращают отведенную конкретно этому живому существу продолжительность жизни. то есть не продлевают куда-то туда сильно далеко, да, получается так. Когда мы добавляем таурин извне для этих животных, мы просто восстанавливаем возможности, которые были изначально заложены, не расширяемы. Вот, что важно. Не то, что там мыши жили на 10% дольше, чем им положено. Нет, не так. Они все-таки жили на 10% дольше, чем те, у кого был дефицит. Получается так. Здесь, конечно, очень важно понимать, что вот любые такие новости, они всегда говорят, что вот вы будете придерживаться здорового образа жизни и будете жить там на 10, 20, 30, 40 лет дольше. У меня сразу вопрос. Подскажите, пожалуйста, адрес клуба по интересам 120 или 130 летних бодрячков. Очень хотелось бы на них посмотреть, потому что про здоровый образ жизни мы говорим очень давно. На самом деле, если отмотать эту ленту истории назад, мы легко уйдем либо в средние века, либо вообще в античность, когда упоминается впервые это дело. Так вот, нету, да, то есть, что мы делаем в рамках нормального здорового образа жизни? Мы не сокращаем отведенное нам, вот так, не продлеваем, а не сокращаем. Немножечко разные нюансы. Надо сказать, что есть и еще одна важная вещь. Таурины, либо другие вещества, которые в подобных исследованиях изучаются, они всегда даются в дозах, которые потом в пересчете на человека получаются слишком большими. То есть, 6 граммов таурина в сутки это многовато. Вот, нетоксической дозой считается 3 грамма. Что там за ними неизвестно, и лучше, наверное, не выяснять. Потому что, скорее всего, что-то будет не очень хорошее. В энергетике, например, может содержаться 1 грамм таурина. Ну, вот это еще более-менее. Можно, скажем так, на это дело не то, что рассчитывать, что будет что-то хорошо, но это допустимо, именно как пищевой продукт. А вот за 6 граммов, пока даже за 3, не особо далеко уходили. Так что, да, это в основном все для мышей хорошо, не для людей. И все вот эти выкладки по каким-то отдельным аспектам питания, это все ближе к мышам. Однако, есть очень интересное исследование, оно мне очень нравится именно в иллюстративном смысле, совсем недавнее, китайское, в котором изучались пожилые люди, состояние их памяти и влияние на эту память факторов здорового образа жизни. Чем мне оно понравилось? Тем, что здесь четко сформулированы эти самые критерии, то есть, что мы считаем здоровым образом жизни и как они влияют соответственно, да, то есть, оно такое довольно очень интересное, ну, я понимаю, что видно плохо, поэтому я сейчас буду перечислять. Итак, первый фактор это здоровое питание. Причем, что интересно, оно считалось таковым, если люди употребляли не менее 7 из 12 следующих групп продуктов перечисляют фрукты, овощи, рыба, мясо, молочные продукты, соль, масло, яйца, крупы, бобовые, орехи, чай. Все. Вот получается так, то есть, не гречка запаренная, да, в воде, там, или еще что-нибудь в этом роде, или грудка политая слезами куриная, да, или что-то в этом роде. Нет, ни в коем разе. То есть, группы продуктов. И если мы посмотрим любую нормальную, адекватную иллюстрацию на тему, что такое тарелка, вот эта знаменитая, да, то выяснится, что, например, вот австралийская тарелка, как вариант, да там все есть, вообще все. Вот вообще все, что только можно придумать. То есть, рацион может быть любым. Туда просто должны входить по максимуму те продукты, которые для данной местности характерны, доступны, или еще что-то в этом роде. Как только мы делаем перекос в одну сторону, да, это плохо. Как только мы сужаем разнообразие, это плохо. Но когда мы потребляем вот хотя бы семь из этих двенадцати групп, это уже считается здоровым образом жизни, по крайней мере, в смысле профилактики когнитивного снижения. Далее, физическая активность. Опять же, нюансы. Когда она считалась здоровой, то есть, когда она считалась регулярной, это примерно 150 минут умеренных нагрузок в неделю. Сразу возникает вопрос, подождите, а что такое умеренные нагрузки? Есть очень интересное такое мнемоническое правило своеобразное. Смотрите, легкие нагрузки, когда вы можете ими заниматься и петь. Умеренные нагрузки, когда вы можете ими заниматься и разговаривать, петь уже не может. Интенсивные нагрузки, когда вы не можете ни петь, ни разговаривать, только заниматься ими. И вот ориентируясь на вот это простое довольно правило, мы понимаем 150 минут в неделю умеренных нагрузок, либо 75 минут интенсивных. Все, да, то есть это на самом деле не так много получается, это совершенно не обязательно, опять же, перетягать все железо в зале или пробежать полумарафон, что-то в этом роде. То есть даже такие нагрузки, они в принципе считаются регулярной физической активностью. В этом смысле та же Всемирная организация здравоохранения, она продвигает очень интересную концепцию, она называется микроактивности. Что имеется в виду, что, например, мы ходим, да, или там мы выходим на остановку раньше, или что-то в этом роде, я потом покажу, если я не забыл этот слайд. Так вот, следующий критерий, по которому оценивался, это курение. И вот здесь интересные нюансы, потому что их разделили всех участников на следующие категории. Первые курят в настоящее время, вторые никогда не курили, что имеется в виду, меньше 100 сигарет за жизнь. То есть это считается, никогда не курили. Бывшие курильщики бросили не менее трех лет назад. Так вот, фактором ЗОЖ считалась принадлежность либо ко второй группе 100 сигарет за жизнь, либо 3 года бросили назад. Первые – нет. То есть существующие, настоящие курильщики в здоровый образ жизни не входят, а остальные входят. Далее. Ну да, здесь я уже сказал. Про алкоголь. Тут все как обычно, естественно, да. То есть здесь тоже были люди, которые либо не пили, либо пили эпизодически. Вот они считаются не пьющими, опять же. Интересные подходы, да. То есть сильно различаются. ВОЗ считала, что если вы один бокал шампанского в год на Новый год выпили, все, вы пьющий. А здесь немножечко другое. Ну ладно. Тем не менее, да, получается так, что может алкоголь входить в понятие здорового образа жизни. Запоминаем, да, пригодится. Когнитивная деятельность. А вот тут те самые кроссворды знаменитые, да, которые нужно решать огромными количествами, и тогда за вами никогда не придет Альцгеймер. Придет. По одной простой причине, что это немножко другая нагрузка. Да, то есть здесь учитывались совершенно другие вещи. На самом деле, как оказалось, это должны быть партнерские игры. То есть играть с кем-то. Это важно. Должно быть некое социальное взаимодействие. Получается так. Даже в игре. Это, пожалуйста, шахматы, шашки, в Чапаево даже можно, или что там. Не важно. Главное, что вы взаимодействуете с другим человеком. Далее социальная активность. А вот здесь учитывалось вообще все, да. Даже онлайн-общение. Вот как бы это странно ни звучало, но работа в социальных сетях, она тоже считается социальной активностью. Что уже неплохо. Но, конечно, лучше, если это вот такое живое общение, да. Тем более на природе, тем более с лошадками и все остальное прочее. Чем не здоровый образ жизни, да. Смотрите, какая интересная вещь получалась. То, когда их разбили вот на группы, кто-то считался благоприятными, да. Соответственно, кто большее количество факторов здорового образа жизни в своей жизни воплощал. Даже несмотря на наличие факторов риска когнитивного снижения, у них оно развивалось гораздо медленнее, чем у всех остальных. То есть, чем меньше вот этих факторов было в жизни человека, тем быстрее у него развивалось когнитивное снижение. Так что вот примерно, да, перед нами такой практический срез, как конкретно мы можем реализовывать здоровый образ жизни для себя. Понятно, что это должно быть, опять же, нормальное питание. Да, естественно. И опять же, оно может быть любым. Это не обязательно должны быть какие-то органик продукты. Неорганик тоже подойдут. Да, это то есть соль, сода и все остальное прочее. Значит, если мы говорим о каких-то других параметрах, пожалуйста, здесь все возможно. Главное, чтобы мы факторы риска убирали. Мы их, в общем-то, на сегодня перечислили в основном. Правда, там есть и другие. Я их не стал уже сюда выносить, потому что они, как вам сказать, оторваны от реальности, да? Желательно избегать стрессов. Ага, сейчас. Желательно высыпаться. Сейчас второй раз, да. Желательно не работать на двух-трех работах. Опять же, да, понимаете. То есть получается, что почему существует вот эта индустрия ЗОЖ? Именно потому, что она нам продает индульгенцию. В виде биодобавок, в виде там еще чего-нибудь. Не важно, мы покупаем себе отпущение грехов за то, что мы не спим, как положено, не едим, как положено, испытываем стресс и все остальное прочее. То есть это вещь такая. Ну и да, вот активность физическая, о чем я говорил. И именно, именно в смысле микроактивности, она, в общем, тоже чрезвычайно важна. Что имеется в виду? Ну, например, вы можете просто некоторое количество этажей пройти пешком. Причем спускаться всегда желательно. Ну, понятно, что не с 24 этажа, но, скажем, где-нибудь с нормальной, там, не знаю, пяти, семи, даже девятиэтажки, но выйдите на пару минут раньше. Пройдете вниз по лестнице. Причем в различных сектах ЗОЖ это не считается нагрузкой. Не правда, это тоже нагрузка. Она немножечко отличается. Правда? Ну да, это тоже нагрузка. И прочее, прочее. На работе то же самое. Выходим на остановку раньше. На, мы берем повседневную жизнь, пожалуйста, мы гуляем в парке, да, мы там общаемся с детьми, с внуками и прочее, прочее. Копаемся в саду и вот это все считается физической активностью в том числе. Я бы напоследок еще про баню буквально пару слов сказал. Почему? Ну, потому что в наших широтах это, как вы понимаете, обязательная составляющая здорового образа жизни. Особенно деревенского. Ну, как же без бани? Вы что? И про баню много чего рассказано. Вот нейросетка вот так ее видит, русскую баню. Странно, мягко говоря. Но предположим, ладно. Так вот, что там работает? Работает прогрев. Это первые, да, как бы первые составляющие. Температура довольно быстро поднимается до 39 градусов примерно. И вот где-то на этом уровне держится. То есть немножко ускоряется метаболизм, идет массовое потоотделение. Мы теряем где-то полкило примерно за один сеанс. И все остальное прочее. Ускоряется сердцебиение, чистота. При этом, что интересно, давление немножко снижается. Артериальное давление в бане немножко снижается. Кроме того, да, есть еще некоторые гормональные показатели неплохие. Есть и не очень хорошие, скажем, качество спермы падает. Прямо так реально падает. И на очень долго, даже после того, как вы перестали ходить в баню. Так что учитывайте, на всякий случай не зря существует метод самурая, да, как метод контрацепции. Когда мы говорим про баню, наверное, максимум плюсов это для сосудов и сердца. Причем, что интересно, я специально поискал исследования на русском языке. Они должны были быть. Вот адекватных нет. Приличных, на что можно было опереться, нет. В основном финны. Вот те штампуют просто километрами. Ну, понятно, что там в основном, конечно, профинскую сауну. С одной стороны, а с другой стороны, ну, не всегда есть радикальные различия. Потому что финны тоже могут поддать парку, а у нас он может быть сухим. То есть это как бы совершенно необязательно. Сейчас не топят баню по-черному, да, и все остальное прочее. Поэтому все бани примерно, примерно одинаковые, да. То есть они работают сначала с прогревом, а потом с быстрым охлаждением. И вот за счет таких контрастов, да, действительно можно включать баню в понятие здорового образа жизни. Естественно, с оговорками. Например, на здоровье легких она практически вообще никак не влияет. Ну, там есть некоторое снижение числа пневмоний, скажем. Да, вот это там наблюдается такое. Но в целом нет. Что интересно, очень мало данных по суставам. Хотя, по идее, должно было бы работать. Вот ревматологи как-то этой темой не интересуются. К сожалению, публикации почти нет. Кстати, по коже тоже. Хотя дерматологи тоже могут там много чего интересного рассказать. Но почему-то пока что молчат. И, к сожалению, она не работает при простуде. То есть нет такого, что простыл, надо пойти в баньку, пропариться и все хорошо. Сравнивали, специально считали. Были даже рандомизации. То есть были рандомизированные контролируемые исследования. Были группы, кого больными загоняли в баню. И смотрели, насколько они, в общем, гораздо лучше себя чувствуют, чем те люди, которые болели вне бани. Разницы нет. Поэтому не нужно себя мучить такими процедурами. Но если человек регулярно посещает баню, то вероятность развития уровня у него пониже. Вот. То есть есть немножечко другая зависимость. Но есть и противопоказания. То есть вот это тоже важная вещь. Нельзя каждого человека тащить в баню. Все по-разному ее переносят. И, скажем, есть люди с так называемыми синими порогами сердца или цианатическими. Им в баню нельзя. Им станет очень плохо, придется вызывать скорую. То есть это нельзя. Далее. Нельзя со всеми ситуациями, когда резкое снижение артериального давления может привести к каким-то негативным последствиям. Ну, скажем, артальный стеноз, причем такой довольно плотный, здесь аорта не успеет среагировать. Давление упадет, и человек потеряет сознание. То есть это как бы неподходящий для нас случай. Обструктивная кардиомиопатия. То же самое, когда сердце там практически не может сокращаться из-за того, что стенки разрослись очень сильно. И даже маленькое обезвоживание, а в бане оно довольно ощутимое. Как я и сказал, мы теряем примерно полкилопота. То, да, вот даже такое обезвоживание может негативно сказаться на работе сердца. Плохо контролируемая артериальная гипертензия. Да, я сказал, что в бане снижается давление. Но если оно изначально вообще неуправляемо никак, если оно в заоблачных цифрах, если человек его никогда не мерил, то с такими ситуациями приходилось сталкиваться, когда я дежурил врачом в отдельном медицинском батальоне. И с гарнизоном мы регулярно вывозили и проверку различную из округа, например, и людей, которые их сопровождали. Потому что, ну как у нас обычно, да, естественно. Приняли, встретили, пропарили и потом развозим их по стационарам, естественно. Как же еще? Там гипертоника хватало. Нестабильная стенокардия. То же самое. Из тех же групп тоже возили. То есть здесь нет, это очень быстро может перейти в инфаркт. А вот алкоголь с баней несовместим вообще. То есть не как совсем. Специально проводили исследования. Выясняли, например, какие причины чаще всего приводят к смертям в бане. Так вот, алкоголь регулярно фигурирует в топах. То есть он один из основных, скажем так, убивающих элементов. И в сауне, и в хамаме, и в японских банях, и вообще везде. То есть ни на похмелье нельзя, ни там внутри употреблять нельзя, ни все остальное прочее. То есть, да, если это входит в здоровый образ жизни баня, она и должна быть здоровой. Что почитать? Здесь я сразу скажу, что по диетологии сейчас книг просто навалом. Вот просто навалом. И огромный выбор, все прекрасно, все здорово. У Лены Мотовой две книги «Мой лучший друг – желудок» и «Еда для радости». Да. Александр Бурлаков, он из Краснодара, насколько я помню. У него вышла вот только что прекрасная книжка «В гармонии с едой», где он разобрал как раз все диеты. В основном, которые я сегодня не касался, там есть и диета, и палеодиеты, и корневор диеты. Чего там только нету. Все остальное прочее. Очень хорошо с доказательной базой, со всем остальным. И еще три прекрасных книжки. Разъяренный повар. Это, да, действительно, человек не с медицинским образованием. Он реально повар, причем очень неплохой. И он объясняет, как вот эти все мифы портят людям жизнь, как они начинают есть всякую ерунду, хотя могли бы себе позволить совершенно нормальные блюда, без каких-либо проблем. Витамания. Да, это как мы дошли до жизни такой, что витамины у нас как бы во главе угла. Да, мы на них молимся и все остальное прочее. Ну и еще прекрасная книжка Всеволода Астахновича «Едал я ваши мифы». Прекрасно названа, да. И внутри тоже масса самых различных мифов, которые касаются еды. Они разобраны, опять же, досконально с точки зрения именно научного подхода. Мне кажется, много где вы выступали, а вот на фоне ржущей лошади и гавкающих собак еще вряд ли выступали. Да, такого еще пока не было. Будет у вас новый кейс. Добрый день, спасибо большое за вступление. Олег. У меня вопрос такой. Вот вы говорили о том, что регион Средиземноморья может повлиять на здоровье с точки зрения рельефа местности, каких-то других особенностей. А есть ли какие-то серьезные исследования, касающиеся того, какой, ну так, масштаб, если говорить, в мировом масштабе регион может быть самым полезным для здоровья? Нет, здесь сложно сказать. Вы же понимаете, да. Вы же понимаете, что там влияет множество факторов, да. То есть, чем хорошо Средиземноморья, что там как бы сочетается сразу много позитива. Да, это и наличие моря, возможности, соответственно, физической активности и всего остального прочего. Это и климат без резких перепадов, не так, что минус 40 и плюс 40, да, вот этот мерзко-континентальный. Нет такого, нет, там нормально. Плюс небольшие все-таки есть перепады, ну как небольшие, местами основательные перепады, да. То есть, можно действительно и ходить много и все остальное прочее. И рельеф не позволяет много на машинах передвигаться, в том числе. Это тоже важно. Плюс там есть, естественно, рыба, плюс там есть овощи и фрукты в достатке практически круглый год, да. То есть, вот именно с этим связан. Этот регион один из самых удачных. Ну, не зря его с древнейших времен осваивали. Именно поэтому он в этом смысле крайне удачный. Так что сложно назвать, на самом деле, какой-то более подходящий для жизни. Там она, в общем, я понимаю, что жизнь вышла из Африки, но она не просто так оттуда вышла. Были же какие-то причины. А когда она оттуда вышла, она обосновалась вокруг Средиземного моря, в основном. Так что, скорее всего, это, ну не то, что рай на земле, но, видимо, самый подходящий для ЗОЖ регион. Вы сказали, упомянули, что любая социальная активность идет в зачет, в том числе и онлайн-общение. Ну, мы все прекрасно помним пандемию. Понятно, что на фоне происходящего сейчас кажется, что отличное было время. Сидели на самоизоляции, ходили в лес гулять. Но мы прекрасно помним, что и количество психических расстройств увеличилось, и люди разводились пачками. Может быть, вы натыкались на какие-то наблюдения, исследования. Вот сколько все-таки активности должно быть оффлайн, так скажем. Вот сколько нужно общаться лично, взаимодействовать с людьми, чтобы профилактировать эти заболевания. Такого нет. Такого нет. Потому что, как я и сказал, все люди разные. И вы абсолютно правы, то есть некоторые разводились, потому что не могли долго друг друга терпеть. А некоторые, наоборот, поженились именно потому, что поняли, что вот прямо это то, что надо. То есть мы друг к другу подходим, и в долговременной перспективе мы можем видеть друг друга круглосуточно. Что-то в этом роде. То есть, как вы понимаете, да, то есть вот эти индивидуальные реакции, здесь они невероятно важны. Потому что это все относится уже к области психологии, межличностных отношений и прочего, прочего. Там посложнее, конечно, за доказательной базой, но тоже есть методики, которые это дело позволяют валидировать и прочее, прочее. Ну, скорее всего, примерно так. Мы не можем точно назвать количество. То есть главное, чтобы это было. Если оно, в принципе, есть, независимо от того, какое оно. Ну, есть люди малобобильные, например. То есть они вообще из дома выйти не могут по каким-то причинам. Но при этом, оставаясь, скажем, онлайн, они вот этот фактор здорового образа жизни себе включают в жизнь. Примерно так. Скажите, пожалуйста, ваши отношения к десяти тысячам шагам в день. Про это, конечно, лучше смотреть Дмитрия Калашникова. Он выступал на ученых против мифов как раз на медицинском форуме. И он это очень подробно разбирал. Если очень коротко, то это просто красивая круглая цифра. Там на самом деле было, по-моему, то ли 6, то ли 7. Потом ее как бы дотянули до 10. Здесь что имеется в виду, что, ну, опять же, это в смысле учета только подходит. То есть для мобильных приложений, для шагомеров, для еще чего-нибудь. То есть для визуализации. Когда вам скажут, например, вот, пожалуйста, 150 минут в неделю. Как это посчитать? Никак. Это сложно. А вот шаги посчитать гораздо проще. И именно поэтому, видимо, на эту цифру и ориентируются. То, что это плохо или неплохо, нет. То есть ходить, еще раз, ходить нормально. Но если вы прошли 9999, то это тоже считается. Не обязательно доходить до круглых цифр. Спасибо большое. Спасибо большое за лекцию, Татьяна. Вопрос такой. Как с точки зрения ЗОЖ можно оценить компьютерные игры, просмотр сериалов, какого-нибудь Ютуба? Про телевизор я не говорю. Уже, наверное, не сразу. Почему? На телевизоре можно Ютуб смотреть. Очень удобно. Да, да, да. Ну, вот это вот все, это здоровый образ жизни. Да, да, да. Смотрите, опять же, это зависит от того, как вы на это реагируете. То есть если это для вас работает как успокоение, как возможность отвлечься, переключиться или еще что-то в этом роде, то прекрасно. Это способ снятия стресса. А стресс у нас как бы, да, действительно, это чрезвычайно важная вещь, с ней бороться крайне сложно. И если, например, вы выпустили пар в компьютерной игре, и потом уже такой расслабленный лежите, и все хорошо, все здорово, то это плюс. Однако, если, например, вот когда я смотрю медицинские сериалы, я не отдыхаю ни минуты, потому что я либо ругаюсь громко, либо записываю серии и сезоны, чтобы потом их включать в лекции и разбирать что-то в этом роде. Или в играх то же самое. Ну, я понимаю, когда вы играете, например, один или с какой-то командой, которую вы уже сто тысяч миллионов лет знаете, и все прекрасно. А тут, например, вам выдают пятерых дебилов, да, и все, и катку не тянут совсем. И что вот с ними делать, да, и вот, да, вот это не отдых точно. То есть вот такая игра, она вас больше заведет, да, то есть вы будете раздражены, вы будете еще больше застрессованы. Поэтому, естественно, это будет зависеть от контекста. А если игра, вот тоже какие-то логические компьютерные игры, они вообще к играм, вот, про которые вы говорили, там, по партнерским, они могут относиться? А если вы играете с партнером, то есть есть такие логические игры, которые, да, то есть можно, не, не, не только, не только. Есть различные, скажем, игры, которые позволяют людям соревноваться, с какой скоростью они что-то там придумают или прочее-прочее, да. Кто быстрее слово разгадает, кто быстрее соберет какой-то пазл или прочие вещи. Да, вот это тоже считаете партнерские игры. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый день, спасибо за лекцию. Меня зовут Ольга. Сейчас модно делать различные генетические анализы. Мне хотелось бы уточнить, как вы к ним относитесь и в каком месте можно сделать такой анализ, чтобы получить более-менее репрезентативные какие-то данные. Да. У меня есть приятель из Ярославля, который решил сделать себе генетический анализ, чтобы доказать, что он прибалт и релацироваться в Прибалтику. А ему пришел анализ, что он там неандерталец. Смотрите, пока что это аттракцион, причем дорогой. Вот у Александра Бурлакова в книге очень подробно, прям специально отдельная подглавка, как раз про генетические тесты по питанию, по всему остальному, что с этим связано. Их очень много сейчас, но в основном, понимаете как, у нас есть книга, но к ней нет оглавления. Получается, да, мы можем это прочитать, а толку? Как мы это потом будем интерпретировать? Да, у нас есть очень небольшой набор инфекций, скажем, которые как-то там можно при помощи этой информации вычислить. Именно сами инфекции имеется в виду, да, потому что мы генетическую информацию вирусов или бактерий собираем. Первое. Второе, что мы можем сделать, да, мы можем собрать человеческую информацию, ее проанализировать. Бывают заболевания, которые, скажем, четко завязаны на один или два гена. Ну вот спинальная мышечная атрофия первого типа, например, она на очень конкретный ген завязана. Именно поэтому ее сейчас лечат, на этот ген нацеливаясь. Однако в большинстве случаев заболевания, они с массой генов, которые на них влияют, плюс еще средовые факторы и плюс еще масса всего. Поэтому на сегодня я бы не рекомендовал делать генетические тесты вот так вот, что называется, на всякий случай. Что-нибудь найдут в обязательном порядке, я вам гарантирую. Но в основном это будет так, что у вас есть склонность к тому-то, вам лучше не есть мучное, вам лучше там еще что-то в этом роде. То есть это будут максимально расплытые формулировки, так чтобы вы их сами уже потом на себя надели и посчитали, что это конкретно про вас. Добрый день. У меня вопрос про электронные сигареты. Так и нет никакого исследования насчет... По ним исследований очень много. По ним исследований очень много, они накапливаются. Но, как вы понимаете, времени прошло не так много с момента их появления. Для того, чтобы дать какие-то четкие ответы, скажем, токсикологические, например, по каким-то длительным отдаленным последствиям, вот по сигаретам потребовалось что-то около 50 или 60 лет. Пока еще нет у нас такого промежутка. Да, есть предварительные результаты, есть наблюдения, есть клинические случаи. И там, да, вся информация пока против них. То есть единственное, что более-менее признают врачи, что если человек идет от сигарет к бросанию, к нулю, то электронные сигареты могут быть ступенькой вниз. Только так. Там есть масса других нюансов. Вот буквально совсем недавно вышел отчет ИГДИ о том, что в американских электронных сигаретах за последние, боюсь ошибиться, по-моему, 5 лет, на 75% выросло содержание никотина. Можно это считать, скажем так, здравой подвижкой, да ни в коем разе. Если бы она снизилась, да, это было бы прекрасно. А здесь увеличилось. Это плохо, это ничего хорошего. Никотин – вещество, вызывающее зависимость, как раз табачное. Так что с ними все не очень хорошо. Ну, да, я об этом думал. Когда я о них думал, я думал именно с той точки зрения, что в жидкости ты можешь остворить никотина гораздо больше, чем содержат растения. Да. И это очень опасно. Спасибо. Пожалуйста. Если есть какие-то индивидуальные вопросы, то можно еще тут подойти к эксперту по ЗОЖ. Мы его здесь оставляем. Да, да. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва.